Со льдом или без? Кислое или сладкое? С собой или здесь? Предпочтения у всех разные, но в самый разгар сезона цель у всех одна. Солнце, лето, раскаленный асфальт. Одним словом, жара. Оказаться в городе без единой капли воды – затея не самая лучшая. Благо, современный рынок предоставляет целый спектр способов борьбы с жаждой. Многообразие позиций в меню хорошего кафетерия удовлетворит даже самого строгого гурмана. Набор всем известных напитков дополняют сезонные предложения. Что-то хорошо освежает, а что-то приводит в тонус. Но все же классические варианты остаются самыми популярными. Вкусы симферопольцев не очень отличаются в зависимости от времени года, хотя летом предпочтение все-таки отдается лимонадам, молочным коктейлям, возможно, холодному латы. Впрочем, большая часть жителей столицы справляется с жаждой, пожалуй, самым традиционным способом. И предпочитают… Воду. 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 Воду, наверное. Но профессиональный бариста всегда имеет в арсенале свои, более интересные способы побороть летний зной. Чаще всего это холодные коктейли. В жаркие дни их берут с собой, традиционно потягивая через трубочку. Правильный прохлаждающий напиток не только утоляет жажду, но и освежает. Изучить это непростое искусство может каждый, посетив специальные курсы, проходящие в Симферополе. Мы сейчас будем готовить красный лимонад, он же черри лимонад. Это лимонад, который готовится на основе чая каркаде. Лимонные дольки отвечают за кислоакцент. Их добавляют целиком, не выжимая сок. Но главный герой этой комбинации скрыт в самом названии. Вишня является одним из основных компонентов напитка и задает непосредственно тон приготовленного лимонада. Ягоды тщательно разминаются в стакане. Так вишня выпускает сок и делится своим вкусом с остальными ингредиентами. Добавляется лед. Немного. Много льда, никому никогда ничего хорошего не делает. Затем полстакана каркаде комнатной температуры. Этот чай издревле известен как утоляющий жажду летний напиток. Лимонад не будет лимонадом, если в нем нет пузыриков. Соответственно, добавляем чистую минеральную воду. Завершают композицию шоты лимонного сока и ванильного сиропа на фруктозе. Сахарные напитки хоть и салаткие, но совсем неэффективные. Напротив, пить после них хочется еще больше. С кислинкой тоже не стоит перебарщить. Во всем важен баланс. Эксперимент – лучший способ понять, что подойдет конкретно для вас. Бороться с жаждой можно, конечно, по-разному. Напитки могут отличаться по цвету, объему и даже температуре. Но куда приятнее подходить к этому со вкусом. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова